Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И если вы не возражаете, Александр, давайте попробуем принять звонок. Слушаем. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Александр, вот я прочитала книгу Давида Рубина пару месяцев назад. «Trump and the Jews». Я так думаю, что вы, наверное, знаете имя этого писателя. И вполне возможно, что читали эту книгу. Мне бы хотелось знать, во-первых, ваше мнение, во-вторых, вот я там прочла, например, такую фразу, что Израиль – это замечательный пример страны, которая может формировать близкие отношения со странами Европейского Союза, несмотря на то, что она не входит в него, потому что это как бы антрепренер, лидирующий антрепренер и мировой лидер в экспертизе в кибер-финтэч-кодинг-энд-грин-файнэнс-поле. Так вот, меня интересует, во-первых, что такое финтэч, что такое грин-файнэнс конкретно вот здесь вот, и что означает индустрия кодинг. Да, спасибо большое. Вы знаете, вы меня немножко поставили в тупик, я не читал еще эту книгу, и я могу только догадываться, что имелось в виду. Израиль сегодня является одним из мировых лидеров в области высоких технологий и передовых технологий и инноваций. Это не только страна западной цивилизации, демократия, которая является естественной частью западного европейского пространства, но и страна активная, активно внедряющая какие-то разумные, интересные, важные, новые технологии во всех сферах. И поэтому, может быть, имелось в виду то, что Израиль, это то, о чем наш премьер все время говорит последние 10 лет, что у нас есть идеи, если у вас есть проблемы, мы их решим. Обращайтесь к нам, мы придумаем, как решить ваши проблемы, мы придумаем, у нас есть идеи для того, чтобы вам лучше было развиваться и вам лучше было, так сказать, чтобы ваши страны становились лучше. Обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам поможем и предложим вам разные решения. Действительно, Израиль — это страна, которая просто фонтанирует идеями, технологиями, инновациями. И во многом это черта именно израильских евреев, евреев-израильтян. Кроме того, это, конечно, в немалой степени, вот, так сказать, Натаньял так позиционировал Израиль, и это стало работать. Вот, поэтому, может быть, это имеется в виду. Но я действительно не читал еще эту книгу, поэтому ответить точно вам не могу. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Напомню, мы беседуем с Александром Непомнящим. Если будут вопросы, звоните. А вот, Александр, министр обороны Ливана Ильяс Бусааб заявил, что в случае осуществления атак на объекты в Ливане, Израиль должен быть готов к симметричному ответу. Если Израиль нанесет удар по нашему аэропорту, мы разбомбим аэропорт Израиль. Если он нанесет удар по нашим нефтяным платформам, мы разбомбим платформу Израиля. А днем ранее лидер Хизбаллы, шейх Хасан Насрала, заявил, что Израиль не готов к ведению наземной операции. Вообще, чего нам ожидать? Ожидать ли войны летом? Недавний ряд заявлений подобных тем, что вы процитировали, исходящих из Ливаны, заявлений, угрожающих Израилю. Во-первых, конечно, они произносятся в большей части для внутреннего употребления. То есть ситуация у Хизбаллы отчаянная. Настолько отчаянная, что, в общем, уже хватается за любую соломинку. И это больше для собственного, для внутреннего употребления. Но также и намек Израилю и США, что намек о том, что Хизбалла и ее главный, как сказать, хозяин Иран, они, по сути дела, зажаты в угол. И они готовы пойти на самые резкие движения, потому что терять им нечего. Так пытаются, по крайней мере, нас этим испугать. Действительно, это нужно рассматривать в контексте всего того, что сейчас происходит в нашем регионе. США продолжают ужесточать давление экономическое на Иран. Санкции, которые ввел президент Трамп, они очень сильны. И более того, они нарастают. Недавно, буквально на днях, было отменено специальное разрешение, которое позволяло восьми странам закупать иранскую нефть, на которую уже наложена имбарго. Это были Китай, Индия, Япония, Тайвань, Южная Корея, Италия, Греция и Турция. Они вместе все импортировали из Ирана порядка миллиона баррелей в день иранской нефти. До санкций, напомню, Иран экспортировал в два раза больше, два миллиона, больше двух миллионов баррелей в день. Сейчас эта цифра уже упала до 700 тысяч баррелей. И вот в тот момент, когда США говорят этим странам, все, ребята, мы больше не готовы мириться с тем, что вы покупаете иранскую нефть, не будет все герметично, конечно, закрыто, но эта цифра 700 тысяч баррелей в день иранской нефти, она сократится еще больше. До сих пор, как я уже сказал, ситуация, давление на Иран со стороны США экономически было крайне эффективным. То есть мы смотрим на официальный уровень инфляции в Иране, он взлетел на 50%, он достиг уже 30% в год, 31% в год, на самом деле. Это официально, на самом деле мы понимаем, что реальная экономика, она еще больше, еще больше проблема там. Цены на основные продукты, питание и воду, и табак поднялись на 85% по сравнению с прошлым годом. То есть прошлый год тоже не был особенно удачным, но, по сравнению с прошлым годом, уже 85% прибавки. Теперь, если в 2018 году доллар США был равен 40 тысячам реалов, то сегодня его курс упал до 140 тысяч реалов. Курс доллара поднялся, курс реала упал. То есть мы видим, почти в 4 раза реала обесценится за год. И цель остается простой, как говорит Помпео, лишить незаконный режим средств, которые он использовал для дестабилизации на Ближнем Востоке в течение 4-3 десятилетий и стимулировать желание Ирана вести себя как нормальная страна. То есть на самом деле США постоянно повторяют, мы не враги иранскому народу. Мы не получаем удовольствие от того, что мы ему выкручиваем руки сейчас и как бы придушили его почти насмерть уже. Мы просто хотим, чтобы деньги, которые в свое время передал, например, Обама Ирану, вместо того, чтобы они шли на войну в Южной, в Йемене, в Ливане, в Ираке, в Сирии, в Африке, против Израиля, чтобы они шли на благоустройство Ирана. Если вы будете заниматься благоустройством Ирана, перестанете терроризировать весь мир и распространять свои террористические щупальца по всему Ближнему Востоку, так и проблем не будет тогда. А пока вы делаете это, так извините, но мы будем у вас закручивать краны все крепче и крепче. И тут надо сказать, что, в общем, как бы такое ощущение, что и проведение на стороне Трампа, потому что то в Иране была страшная засуха. Мы даже говорили о том, что, в общем, на грани полной катастрофы экологической. Но, видимо, это были вот такие вот колебания климатические, причем не глобальное потепление или глобальное похолодание. Именно колебания, такие как бы повторяющиеся засухи, изменяющиеся, наоборот, обильными дождями. Вот сейчас в Иране была засуха, а наступило колоссальное наводнение. Наводнение, которое привело к бедствиям в 25 из 31 провинций страны. Практически все провинции охвачены бедствием. Более двух миллионов человек покинули свои дома. Разрушено множество домов. Уничтожены запасы зерновых культур. Поля уничтожены. Там речь идет о 14% годового национального продукта, просто смыто сейчас вот этими вот разлившимися реками, грязью. И что особенно неприятно для Ирана, значительная часть бедствий на юге, там, где и так ситуация неспокойна. Там Хузестан. Я напомню, Иран, Персия — это не страна одного народа. Это страна, где персы и без того составляют меньше 50% населения, как Советский Союз. Остальное — это разные нации. Далеко не все они хотят вместе с Ираном идти до конца Великой войны шиитов против всего остального мира. И на юге, в Хузестане, мусульмане, которые, по-моему, вообще, по-моему, не шииты, а сунниты, они борются за свою независимость. А у них там сейчас эти бедствия и наводнения. И иранское правительство вынуждено как-то решать эти проблемы, потому что и так ими недовольны. И так люди хотят отделиться от Ирана. А тут еще и бедствие. Если правительство вообще палец не ударит, это еще больше воспламеняет ненависть общества. И мы видим на фоне вот этих экономических проблем, как начинают уже очень ощутимо трещать весь государственный аппарат Ирана. Вот буквально на днях одна из шишек Корпуса Стражей Исламских Революций, генерал внутренней безопасности, бежал в Америку, прихватив с собой чемодан секретных документов. Это, конечно, не два грузовика секретных ядерных документов, которые Израиль утащил у Ирана год назад. Но это секретные документы, и это человек, который занимался внутренней безопасностью Корпуса Стражей Исламской Революции. То есть понятно, что в голове у него еще больше, чем в документах. Это все ужасно интересно американским светслужбам, израильским тоже. И сам факт того, что этот человек бежит, говорит о многом. Это, конечно, внутренняя борьба внутри, так сказать, этого аппарата, но это и очень ясная демонстрация нестабильности того, что там происходит. А Трамп при этом продолжает давить уже не только на Иран, но и на его союзников. На Сирию, на Хизбалу и в том числе на ливанское правительство, которое, в общем, сильно в большой степени зависит от Хизбалу. То есть, например, сейчас Америка надавила на Египет. Египет закрыл советский канал для танкера, который шел в Сирию с нефтью. В Сирии нету нефти, она должна была поступать из Ирана, идет она в обход по морю, потому что, судя по всему, вот эти трубопроводы, которые там провожены через Сирию и Ирак, они или не работают, или уничтожены. Так или иначе, в Сирии ощущается колоссальная нехватка нефти, и это все тоже будоражит режим Асада, и тоже как бы дестабилизирует союзников Ирана. Теперь Хизбалла, которую недавно американская правительство объявило, что она всерьез берется за выяснение финансовых схем Хизбаллы, как она собирает деньги по всему миру. А там не то просто сбор пожертвований, а это и торговля наркотиками, оружием. Это, кстати, на 90% криминальные системы. И зная, так сказать, публику, с которой приходится в Хизбале работать, американское правительство говорит, мы будем платить вознаграждение тем, кто будет нам рассказывать, так сказать, эти схемы. То есть понятно, что бандиты, которые работали с Хизбаллой, видя возможность подзаработать, наверняка там найдутся люди «добрые», в кавычках, которые сейчас будут сдавать эти все схемы там и здесь, по всему миру, в Африке и в Южной Америке. И американцы с удовольствием все это будут перекрывать и закрывать. Хизбалла уже чувствует затруднительность своего финансового положения, потому что, с одной стороны, Иран говорит, ну, ребята, все, не могу давать. У меня у самого все стало так плохо, что уже отстегивать вам деньги на войну с Израилем и с суннитами больше нет сил. С другой стороны, как бы, Америка прикрывает независимые автономные системы финансовой Хизбаллы. И вот Хизбалла уже обращается к обществу и начинает призывать людей, типа, все спасайте нас, give out, give out, давайте деньги, потому что иначе некому будет противостоять Израилю. А тут, как бы, возникает еще одна проблема. Дело в том, что США давят и на движение Амаль, шиитское движение Амаль в Ливане, которое, как бы, является политическим движением отдельным от Хизбаллы, хотя, в общем, это очень близкие друг к другу структуры. И глава парламента, представитель глава этого движения Амаль на Берри, как бы, ему объясняют, что, знаешь, что ты, если ты думаешь, что ты останешься в стороне, когда мы сейчас начинаем сворачивать, закрывать краны, ты тоже сейчас получишь. И Берри начинает юлить, как уж на сковородке. Он говорит, мы готовы пойти на очень серьезные вещи. Например, мы готовы, наконец, прочертить с Израилем границу. Что это значит в переводе, так сказать, с дипломатически-террористического? Это значит, что до сих пор Хизбалла объясняла ливанцам свое существование. Говорила, у нас с Израилем состояние войны. Израиль захватил наши земли, и пока мы их не освободим, мы не можем сложить оружие. Мы должны воевать с ним, и должны, так сказать, вы поэтому должны давать нам деньги и помогать нам, так сказать. И тут Набиль Берри говорит, мы готовы прочертить с Израилем границу. То есть, в принципе, сухопутная граница практически прочерчена, а морскую мы, так сказать, готовы прочертить. В тот момент, когда прочерчена граница международная, то вот это самое заявление о том, что Израиль чего-то там у Ливана забрал, уже не работает. И из Хизбаллы, по сути дела, выбивают стул серьезным образом очень. Для чего вы существуете, если у нас уже, так сказать, мирного договора нет, окей, но прочерчена граница, и все более-менее с этим закрыто. В итоге получается, и все это, кстати, происходит еще на фоне того, что США сейчас начинают давить и на Венесуэл еще один, еще одна подруга Ирана, которая тоже занимается торговлей нефти. Там есть государственная компания, нефтекомпания, на которую сейчас накладываются санкции. И Америка намекает уже тем странам, которые до сих пор работали с Венесуэлой, что, ребята, вы будете продолжать работать с венесуэльской нефтекомпанией, на вас тоже могут распространиться санкции. Нам все это очень не нравится, давайте-ка закрывайте. И все это происходит еще на фоне того, что буквально через 4 дня после выборов в Израиле, 13 апреля, израильские ВВС уничтожили на северо-востоке Сирии завод по производству, как бы, улучшению ракет. То есть там ракеты иранского производства или самодельные ракеты улучшали, чтобы они стали более точными. Израилья не прилетели, этот завод уничтожили. Что там самое обидное? А самое обидное, что ни российские ПВО, ни сирийские ПВО не вмешивались. И российские и сирийские силы иранцам сказали, когда иранцы сказали, и Хизбава сказали, что же вы такое, что же творится-то такое? Израильтяне уничтожили наш завод, а вы даже, так сказать, ракету не выпустили. Точнее, русские вообще не вмешивались. А сирийцы стали стрелять, когда израильские самолеты уже улетели. То есть, типа, постреляли в воздух для проформы, и все. А сирийцы и русские им говорят, так, а израильтяне используют такие ракеты очень хитрые, что наши ПВО их не видят. А иранцы говорят, мы вам не верим. То есть, тут на самом деле действительно непонятно. То ли это действительно такие были хитрые ракеты израильские, которые С-300 не замечают, то ли Россия не хочет связываться с Израилем, не хочет влезать в эти дела и вообще не считает Иран настолько своим союзником, чтобы как-то за него вписываться в эту войну. Но хуже для всего для иранцев то, что и сирийский режим Асада тоже как-то не очень уже к этому входит. И там, мы говорили об этом на прошлой неделе, что в сирийской армии происходят мощные замены офицерского состава, россияне продавливают изгнания из сирийской армии, из армии Асада, проиранских офицеров и заменяют их на пророссийских. Вот уже глава, главнокомандующий сирийской армии, Асадовской армии, назначенный Асадом, это человек как бы российских, российский человек, то есть ставленник России, а не Ирана. На фоне всего этого Иран видит, что действительно со всех сторон его прижимают и он начинает говорить о чем? Он говорит о том, что если его экспорт нефти будет полностью перекрыт, то он перекроет Армузский пролив и странам Персидского залива, арабским странам, тоже не даст вывозить оттуда танкеры с нефти. Проблема или, скажем, вопрос в том, есть ли у него достаточные силы. По всем оценкам экспертов, у Ирана такой силы военной нет. То есть полностью блокировать Армуз, пролив Армузский он не может. Он может, конечно, так или иначе где-то какой-то танк подорвать. Это, безусловно, поднимет на какое-то время цены на нефть и создаст давление на рынке, давление на Вашингтон через закрытый нефтяной. Но, в общем, это все очень ограниченное количество степеней свободы, которую американцы могут, пригнав туда авианосец, прекратить. Другие варианты – это действительно нападение на военные базы США на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке, в Персидском заливе, в Красном море. С помощью таких прокси, которые, Ирана говорит, это вообще не мы, это были какие-то повстанцы. Поди, ты, кстати, поймай этих повстанцев. Ну и, конечно, глобальная война с Израилем через Хизбалу, то есть тоже глобальная нестабильность на Ближнем Востоке. Типа, если уж вы нам не даете жить, то пусть все вместе погибнут. И на этом фоне мы видим, как у руководствий КСИР происходит, у руководствий корпуса стражи Славской революции происходит замены. И там вместо генерала Али Джафари назначен более молодой, более радикальный, более динамичный генерал Хосин Салами, который, в общем, даже внутри КСИРа считается очень серьезным радикалом. И тут непонятно, это, кстати, реальная программа на подготовку к войне, или это, опять же, знак американца. Типа, вот мы, держите нас семеро, мы уже готовы. То есть сейчас ситуация, конечно, нагнетается. Нагнетается Ираном по мере того, как он понимает, что, в общем, ему отсекают всех пути к отступлению. И действительно логично предположить, что если в иранской руководстве поймет, что некуда действительно все, их прижали со всех сторон, то они попытаются прорваться через такой вот отчаянный шаг каких-то военных действий, потому что им терять будет нечего, здесь игра может идти на то, что они могут просто не успеть. То есть напряжение внутри Ирана сейчас подходит к критической точке. Очень может быть, что они даже если захотят что-то сделать, будет тот сценарий, о котором мы говорили много раз, и он может быть наиболее удачным. Не внешняя интервенция, не война Ирана с Израилем и США, а именно внутренний развал иранского режима. Под давлением экономических санкций из-за невероятно ужасных условий экономических, кризиса, народное восстание, восстание, с одной стороны, самих персов, с другой стороны, всех национальных меньшинств внутри Ирана, которое, в общем, приведет к смене режима, возможной, так сказать, распаду Ирана на отдельные какие-то национальные государства, но вот эта, так сказать, проблема Ирана, иранского режима, она будет снята таким образом. Если нет, то действительно вероятность войны к лету, по крайней мере, войны между Израилем и Фискалой, она сейчас, кстати, становится весьма и весьма актуальной. И еще у нас осталось буквально, может быть, две минутки времени. По-прежнему обсуждается вариант решения или предложения администрации Трампа по решению израильско-палестинского конфликта, но вот выступил специальный посланник Джейсон Гринблад, как бы, и развеял вот эти слухи о том, что готовится программа, по которой, ну, либо переселение палестинцев в Иорданию, либо некая конфедерация между Иорданием, Израилем и Палестиной. И он сказал, что все это слухи и не имеет под собой никаких оснований. И Кушнер заявил, что в июне после Рамадана будет обнародована программа регулирования этого конфликта. Похоже, в Израиле по-прежнему обсуждаются варианты. Безусловно, безусловно, в Израиле очень внимательно следят за развитием событий, но пока что действительно ничего от команды Трампа не вытекает. То есть, судя по всему, все утечки — это какие-то осколки или фантазии, причем фантазии с разных сторон, wishful thinking или, дооборот, какие-то опасения арабские, или действительно, когда с какими-то лидерами арабскими обсуждают отдельные детали, они потом что-то такое выплескивают, иногда это в искаженном виде. Поэтому очень сложно что-либо конкретное говорить о том, что из себя представляет реально сделка Трампа. Я повторю, я считаю, что во многом эта программа, предложенная Натаньяу, более-менее та, которую он описывал еще в 1996 году, — это широкая автономия для районов арабских людей Самарии и израильский суверенитет на большей части людей Самарии. В какой мере этот подход будет реализован в сделке Трампа, узнаем, видимо, действительно летом, когда эта сделка будет обнаружена. Александр, огромное спасибо еще раз с Песхом, с праздником, шаббат шалом и всего самого-самого наилучшего. Всего доброго всем нашим слушателям. Субтитры сделал DimaTorzok